Всем привет дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. С вами Татьяна на канале Секреты жизни на даче. Сегодня хочу рассказать про сорт сибирской селекции, которая называется Король ранних. Висела вот такая бирочка на них. Очень удобно, кстати, у нее вот такой разъем в процессе всего сезона. Хотела снять ролик, показать и в общем некогда было. Заказывали мы эти бирки на Алиэкспресс. Вот как раз уже этот сезон прошел. Теперь на следующий год кому надо, посмотрите. Там разные есть бирочки, но мне понравились именно вот эти. Они так легко снимаются, очень удобно, на каждый кустик повесил. То есть вот это я немножко отошла от темы. Так, значит томатик сибирской селекции Король ранних. Сажать не буду. Вот сразу вам говорю, что никакой он не Король, никакой он не ранний. Сейчас скажу еще какая причина дальше. Но сажать я его не буду однозначно. Я, конечно, не знаю. Может быть это не Король. Может быть у меня пересортица и попался совсем другой кустик. Но по параметрам немножечко схож. По тому, как пишет производитель. Ну и я расскажу свое мнение. Значит, редкое сочетание скороспелости и крупноплодности. Но не очень он крупный и не очень скороспелый. Вот ролик снимаю 10 августа. Вот, пожалуйста, стали только поспевать. Ранние томаты у меня поспели в теплице 10 июля. То есть это, я считаю, Король ранних. Совсем не ранний. Средний, спелый. Так, значит, да, пишут, что крупноплодности тоже нет. Вот, с чем-то я была согласна. Сейчас уже забыла. Томатики до 400 грамм. Вот у меня один только томатик. Сейчас мы его посмотрим. Один томатик, который, вот, 449 грамм. Остальные все меньше. Ну ладно, это не самое плохое, не самое нужное. То есть такие хорошие были бы томатики. Вкусные, сладкие. Я даже еще не пробовала на вкус, не знаю. Но уже решила, что сажать не буду. Так, сейчас, значит, прочитаем, что пишет. Один из ранних крупноплодных сортов для открытого грунта и пленочных укрытий. У меня рос в теплице. Два кустика у меня росли в теплице. Один я уже выдрала, а второй еще там торчит с зелеными томатами, короче. Куст среднерослый, мощный, согласна. Плоды плоско-округлые, светло-малинового окраса, плотные, массой 200-400 грамм. Да, согласна. Урожайность 4 килограмм с куста. Ну, несколько зеленых еще осталось, но пусть даже и так будет. Достоинство сорта. Крупноплодность в сочетании с ранними сроками созревания. Вот, я вам уже сказала. Не ранние созревания. Но, почему главная причина того, что я не буду сажать, сейчас вы у меня все поймете. Смотрите, вот этот крупный томат. Вот что это такое? Это только на заготовке, только обрезать, там, я не знаю, ну, в салат. Ну, не нравится мне такое дело. Я хочу ровные, красивые. Вот они все, все до одного. Вот это главная причина того, что я его сажать не буду. Не буду. Вот еще недозрелый. Вот, пожалуйста. Это что за такая корявость? Вот из-за этой корявости этот ранний король сибирской селекции меня не устраивает. Все до одного томата. Хоть бы один был ровный, вот как на картинке нарисованный. Смотрите, ровненькие, кругленькие. И что в результате у меня? Такое дело мне не нравится. Даже не хотела пробовать, но все-таки решила попробовать. Вот плодоножка даже не вытаскивается, не отделяется. Настолько он крепкий. Вот так сейчас мы его разрежем. Вот. Пожалуйста. Такая серединка. Серединка, половинка. Поперек. Я даже не знаю, что толку его резать. Но давайте попробуем. Ну, на вид красивый. Сочный. Ярко-малиновый. Плоско-округлый, как они пишут. Сейчас попробую. Даже не хотела. Так я на него обиделась, что даже пробовать не хотела. Они шурши. Но на вкус ничего. Ничего. Сладковатый. Вкусный, сочный. Неплохой. На вкус неплохой. Но то, что вот он корявый, мне не нравится. И совсем не ранний. Я его... Короче, тут придется пол помидора вырезать, чтобы что-то осталось. Шкурка даже не толстая. Ну, не знаю. Может быть, у меня пересорт. Напишите, кто сажал. Как вам? Вот. На вид он, конечно, красивый и вкусный. Сочный. Вкусный. Сладкий томатик. Вот. Смотрите, какой. Прям. Я такие люблю, как арбуз. Вкусный томат. Но то, что половину придется вырезать, это уже точно. То есть только в переработку. Напишите, кто сажал сорт короля ранних сибирской селекции. У вас красивые, ровные или такие же вот все корявые. Все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите комментарии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok